Сегодня у нас будет маленький, в общем-то, как и обычно, ну, хитрый тудорчик. Значит, мы будем делать пули в Ниагаре, которые летят до какого-то объекта, но и убиваются от него, но это происходит без коллизий в Ниагаре, потому что в самой Ниагаре коллизии работают с задержкой и не очень четко. Значит, как будем делать это? Будем делать это blueprint плюс саму Ниагару. Рассказываю постепенно, что здесь происходит. Вот наш blueprint. Перетягиваем его. И что мы здесь имеем? Event Begin Play. А, нет, сначала расскажу, что в самом blueprint. Здесь только наша Ниагара с пульками и пару интересных вещей. Слазь из класса settings. Сначала начнем порядочку. Event Begin Play. Значит, мы завозим Set Niagara и Self в Set Niagara Variable и придумываем какой-то Variable. Это для связи между Ниагарой и Blueprint. Просто придумываем какой-то Variable и пока копируем его. Дальше, здесь самое сложное, идем в класс settings и добавляем, вот, implement interfaces и добавляем сюда Ниагара пачков каллбекхендлер. Это, опять же, для связи Ниагара с Blueprint. Он здесь появляется. Дальше здесь правая кнопка и имплемент. Ну, у меня он добавлен, но вот, смотрите, здесь будет именно имплемент. Вот он здесь появляется. Что у нас здесь произошло? Значит, мы связали Ниагару с нашим Blueprint. Так, тогда пойдем постепенно. Вот этот наш Object. Мы идем в нашу спине Агару и создаем новые перемены класса Object. Подумать только, да? И называемые так же, как и в Blueprint. Дальше мы экспорт пачку Data to Blueprint сделаем. И вот этот каллбекхендлер параметр, вот, опять же, выбираем этот наш user, который мы создали обжит. Вектор to send у нас Position. Что у нас здесь произошло? У нас получается, что Particle Data отсылает Position наших пачков по этой перемене. А этот Blueprint их получает. Что дальше происходит? ForEachCore мы запускаем для всех полученных партиков и BreakBasicParticleData. То есть мы получаем данные Position. Здесь у нас LineTrace, ByChannel. Что такое LineTrace? Это просто линейная торсировка. Start. Это где Start? Это Self. End. Это где у нас сейчас находится пачку. Можно делать по-другому. Можно продлить дело. Потом сравнить позиции, но чуть ли не так не заработал. Поэтому будем делать так. Return Value. Это у нас что произошло? С удаления с каким-то объектом. И дальше вот самое муть начинается. Делаем здесь branch. Если branch true, то происходит следующее. set niagar variable. Bu. 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 Бу. Булиновая переменная. Которая называется hit. Set niagar variable int. Integer. Которая называется xint. И она равна array индексу. То есть у нас когда перебирается вот здесь массив наших частичек, которые повесели. То есть 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. И они все вот записываются вот в эту переменную. Точнее не все, а когда именно произошел удар. То есть произошел hit. И эта переменная записалась вот в эту integer переменную. Дальше делаем delay. Без delay это не работает. Set niagar variable.bu. То hit, но уже без true. То есть мы как бы даем время niagar и передать данные. И потом скидываем вот этот hit на 0. Теперь что у нас здесь происходит? Маленький скатч патч модул, в который мы заводим две переменные. Вот этот наш hit и xint. Что это за xint? Это тот наш индекс, который мы сравниваем с execution index. То есть если у нас там частичка под этим номером сработала на boolean. И этот вот номер равен execution индексу. И эрогическое end. Вот этот boolean. Вот этот вот boolean. Активен. То мы запускаем другой boolean. Tier 2. И что мы имеем? Qparticles. Это kill 2. И закрывается почка произошла. Значит почему все так мутно? Если вот здесь вот не делать delay и не ставить эту перемену, то вообще она не работает. То есть если если убрать, то помрут все частички сразу. Независимо от того, есть ли это переменные или нет. Даже если здесь branch стоит. То есть он почему-то задает переменные и убивает их все. Хотя по идее так быть и должно. Она должна цикла проходить. Поэтому мы здесь вот именно делаем эту конструкцию. Можете попытаться все дело скачать и разобрать. И поймете, что просто по иному не работает. Хотя теоретически, наверное, должно было бы. Вот. Есть еще вариант делать эту штуку. Продлить этот вектор. Сделать, где у него происходит удаление с плоскостью. И сравнивать по позишнам. Где-то мой позишн, позишн, позишн. Вот я с позишнами пытался тренироваться. Но почему-то оно с позишнами отказалось на отрез работать. Поэтому если кто-то заработает, можете напишите. Как в аквитисе сделали. Пригодится. Ну, вот такой вот притрочек. Я думаю, будет полезным.